Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Мы, Канет и Глория Копланд, мы здесь, в нашем молитвенном домике на юго-западе Арканзаса. Наша семья владеет этим местом с тех пор, как мы с Глорией поженились. И скажу вам, оно было замечательным местом для нашей семьи. Глория, я вспоминал сегодня утром о том времени, когда я приехал сюда в январе 1983 года. Происходили большие изменения во всей духовной атмосфере этой страны. И я просто оказался в подвешенном состоянии. Я не знал, в каком направлении двигаться, куда поворачивать. И я уже давно усвоил, что сия есть победа, победившая мир. Вера наша. В этом мировом порядке нет ничего, чего бы вера не могла победить. Но вам нужно уделить время для того, чтобы уединиться с Господом. Слушать. Да. Молиться. Верить Богу. И узнать, каков его план. Не каков ваш план, а каков его план. План Бога. Фактически, это было началом того времени, когда я понял, что у Бога есть план для каждого человека, когда-либо рожденного на этой планете. И его план является грандиозным планом. Помните, он начал все с Эдемского сада. Он не начал с маленького пятачка земли, заросшего колючками. Он начал с Эдемского сада. И его волей для всех людей на все времена было, чтобы они жили в таких условиях. Это всегда было его планом. В любом случае, я понял, что это его план. И мне нужно было делать то, что делал Иисус, когда Он сказал, «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Твоя воля. И это был самый лучший план, главный план. И я приехал сюда и молился. Я пробыл тут почти целый месяц. И просто молился и верил Богу. И первая часть того месяца была действительно трудной и сложной. Были некоторые вещи, с которыми нужно было разобраться в моей жизни. И здесь, в этой наполненной миром обстановке, «Господь явил славу Господню». Я никогда... Слава Богу. Я слышал, как о ней говорил Брат Хейгин, но я никогда особо не изучал ее. И я в действительности не знал, что это было. Но я попал в нее. Начал изучать ее. В том январе я уехал отсюда с действующим видением нашего служения, которое намного превосходило то, что я видел до того времени, с 67 по 83 годы. Поэтому это место лежало в основании нашего служения, с самого его начала. У наших детей есть много воспоминаний, связанных с этим местом. Аминь. Поэтому мы хотели, чтобы вы тоже им насладились. Вот уже 25-й год мы записываем здесь наши передачи. Это удивительно, не так ли? Аминь. Как вам это? Еще сегодня я хотел упомянуть о птичке Слова Божьего. Помните ее? Я хотела сказать тебе об этом в прошлый раз. Как только ты прочитал местописание, тут же прилетела эта птичка. Она присоединилась, поэтому не пишите мне письма и не говорите, что звуковые эффекты включены слишком громко. Мы не подделываем ничего в наших передачах. Ты только начал читать местописание, она тут же защебетала. Тут же прилетела эта птичка. Я как-то не замечал ее до этого. Возможно, я просто не обращал внимания. Я тоже. В любом случае... Может, потому что мы не сидим там. Она присоединилась. Слава Богу. Мы ее любим, птичку Слова Божьего. Отец, мы благодарим тебя, и мы воздаем тебе сегодня честь и хвалу. Во имя Иисуса мы открываем свое сердце, мы открываем свой разум, Господь, чтобы принять откровение с небес. Являй себя нам. Мы благодарим тебя за проявление Духа Божьего среди всех наших телезрителей по всей этой земле. Да. И мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Давайте вернемся к нашей теме. На прошлой неделе мы начали говорить о наших преимуществах из 102-го псалма. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Опять-таки, здесь важно помнить, что Давид возгревает и говорит своей душе. Он не говорил Богу. Конечно, он благословляет Господа. Он прославляет Бога. Да. Но он возгревает себя. Да. Чтобы помнить о том, что он благословлен Господом, что именно благословение Господне наделяет Его силой. Благословение Господне, а не ваша сообразительность и не ваша сила. Вот что сделало Его великим царем. Да. Более того, именно это дало Ему понимание, чтобы быть не только царем, но и пророком перед Богом. И это нисколько не изменилось. Иисус искупил нас от проклятия закона, чтобы благословение Авраама могло распространиться на язычников, всех остальных нас, через Христа Иисуса, чтобы мы могли получить обещание Духа. То, что Дух пообещал Аврааму, когда благословил Его и умножил Его, и сделал Его продуктивным. И Давид ходил в этом благословении. И Иисус ходил в этом благословении. И прежде всего, позвольте мне сказать следующее. Важно, чтобы вы это понимали. «Когда Бог сотворил Адама и Еву, Писание говорит, «И благословил их Бог, сказав». Он благословил их, сказав. Силой благословения, активацией благословения является вера. Вера Авраама привела в действие благословение Авраама. Она по-прежнему это делает. Мы читали на прошлой неделе в 4 главе Римлянам, что это по вере, чтобы было по милости или по благодати. Благодаря этому вы можете понять кое-что о благодати. Дословное значение слова «благословлять» как в еврейском, так и в греческом языках означает говорить об этом что-то хорошее. Разве это неинтересно? Оно также... Мы... Мы благословляем свою пищу, мы говорим о ней что-то хорошее. Мы говорим о ней что-то хорошее. А что значит проклинать? Говорить об этом что-то плохое. Это настолько просто, что нужна чья-то помощь, чтобы неправильно это понимать. И с религиозной помощью у вас это может получиться. Но в любом случае это настолько просто. И эти же самые слова также означают наделять силой преуспевать. Что ж, преуспевать — это хорошо. Слово преуспевать не означает деньги. Деньги имеют к нему отношение. Но преуспевать означает превосходить в чем-то желаемом, достигая высшего уровня. Проблема в желаемом, а не в преуспевании. Преуспевать в Боге значит превосходить, достигая высшего уровня в Нем, в Его силе, в Его слове, в Его путях. Ищите же прежде Царство Божьего и праведность Его, и это все приложится вам. Понимаете, это преуспевание в Боге. Вам что-то прилагается. Вы преуспеваете. Переживаете умножение. Это не преуспевание, ведущее к уменьшению и сокращению. Бог никогда не планировал приносить кому-то сокращение. Люди, которые думают, что Бог и нищета связаны вместе короткой веревкой, ничего не знают о Его слове и благословении Господнем. Благословение Господне так важно потому, что оно было на самой первой странице Библии, слава Богу. Именно там оно и началось, и это совершенная воля Божья для всех людей на все времена. Для Бога это важно? Да. Это важно. А также для нас, вами и всех остальных. Он хотел, чтобы люди преуспевали. Почему? Потому что он благ. плодитесь, размножайтесь, обладайте землей и владычествуйте над ней. Владычествует над ней заставлять ее плодиться и размножаться. Когда вы просто оставляете ее и позволяете ей делать то, что она будет делать, проклятие и его действия на земле начинают производить свою работу, и она становится невыносимой, и она будет бороться с вами. Но когда на ней пребывает благословение Господне, тогда Божье наделение силой превосходить начинает воздействовать на то, что вас окружает. Оно возводит стену благодати. Писание говорит, что его благоволение окружает нас, как щит. И также Писание говорит, что благословение Господне — это стена, через которую сатана не может проникнуть, если только ему этого не позволят. Есть разделительная стена между светом и тьмой, жизнью и смертью. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе сделал меня свободным от закона греха и смерти. Там есть разделительная стена. Этой стеной является закон благословения. Что ты сказал? Первое, что ты сказал, касалось того, что закон благословения — это стена. Это стена. Стена. Сатана не может через нее проникнуть. тьма не может пробиться через свет. Свет может пробиться через тьму. Здорово. Ключ ко всему этому в сказанном слове. Бог благословил их, сказав, плодитесь, размножайтесь. Что Он делал? Он говорил что-то хорошее. Если бы Бог просто делал им комплимент, и они бы просто сказали «Спасибо», на этом бы все и закончилось. Но Бог делал не это. Он не общался с ними. Он наделял их силой. Первая функция слов — применять власть и духовную силу. Их вторая функция — выражать идеи и мысли между людьми. Но это вторая функция, потому что Писание говорит, что язык обуздывает все тело. Тело и все, что оно делает. Все его желания следуют за тем, что вы говорили. Люди подсознательно знают, что они обо всем должны что-то говорить. Они должны командовать и управлять во всем своем окружении тем, что они говорят. И, следовательно, они говорят об этом постоянно. Они обо всем что-то говорят. Но когда они не знают Писания, когда они не знают законов жизни, это течет это течет в негативном потоке. Течет в этом негативном потоке. И самое большое желание сатаны — это получить доступ к вашему языку. Если вы заметите, все в разговоре этого мира, его образе жизни, словах, которые он говорит, все его причудливые слова, этот мир думает, что это всего лишь просто слова. Но заметьте... Да, мы называем это ненормативной лексикой. Если вы используете в жизни эти слова, они звучат смешно. Никто в мире не говорит, «Я чуть не ожил со смеху». Они чуть не умирают со смеху. Что? Откуда это пришло? Почему вы умираете со смеху? Когда люди злятся, они не говорят, «Иди к Богу». Они говорят, «Иди к противоположной личности». И вы замечали, например, что в английском языке в ругательствах используется слово «Бог». Именно там сила. Они не используют имя какого-то другого Бога. Да. Они не используют какие-то другие имена. Да. Они используют имя Иисуса. Они упоминают слово «Бог» вместе со словом «проклятие». Почему, согласно Писанию, это использование имени Бога в суе? Напрасно. Или богохульным образом. Суе. Напрасно, да. Почему? Потому что Бог не проклинает. Да. Вы не можете связать Бога с проклятием. Этот естественный мир так и думает. Он думает, что Бог посылает людей в ад. Он никогда не посылал никого в ад за исключением дьявола. Послушайте, что говорит этот мир. Ну, вы можете пойти в ад за ложь точно так же, как и за воровство. После того, как Иисус воскрес из мертвых, вы идете в ад не за ложь или воровство. Единственное, из-за чего любой человек отправляется в ад, это из-за того, что он отвергает Иисуса Христа как Господа и Спасителя, потому что Иисус понес наказание за все. Да. За все другие грехи. Он является жертвой за грех. Не важно, что вы сделали в прошлом. Это было покрыто. Вас это не может покрыть только в том случае, если вы это отвергаете. Давайте вернемся к нашим преимуществам и 102-му псалму. Нет, Господь не дает мне оставить это. Благословлять. Можно просто делать комплименты. Бог мог сказать Адаму что-то приятное, но когда вы говорите это в силе, тогда вы этим становитесь. Одно дело сказать о ком-то что-то хорошее как комплимент, но когда вы говорите о ком-то что-то хорошее верой, тогда вы становитесь этим благословением. это сила благословения. Это было настолько утрачено, что тело Христова настолько утратило эту силу благословения, что никто даже не знал, что оно означало. Оно было настолько сведено на нет, что в английском языке упоминалось только тогда, когда кто-то чихал. Это ужасно. Позволить чему-то настолько мощному, чему-то, с помощью чего Бог начал человечество и наделил человечество силой, позволить дьяволу просто лишить это всей силы. И, конечно, для него оно представляет самую большую опасность. Это то, что так его раздражало, когда он говорил Богу об Иове. И он сказал, «Разве Иов служит тебе просто так? Ты благословил его?» И в еврейском оригинале говорится, «Посмотри, как он богат! Ты благословил его! Вокруг него есть стена!» Стена! Мне нравится эта стена! Понимаете, дьявол был так раздражен, потому что благословение Господне сделало Иова богатым. Он был богатейшим человеком на Востоке, и сатана не мог добраться до этих денег. Там была защитная стена. И не Бог разрушил эту стену. Иов ее разрушил. Да. Он не знал, как он это сделал, но он это сделал. Вот та же самая картина. Это стена благословения? Стена благословения. Мне это нравится. В синодальном переводе Библии она названа «кругом». Иов был огражден кругом. И мы знаем, что благодать Божья это щит, окружающий со всех сторон. Поэтому, что такое благодать? Благодать это когда Бог продолжает говорить о нас хорошие вещи и благословлять нас в Его силе, даже когда мы этого не заслуживаем. Я имею в виду, что мы заслуживаем проклятия, но вместо того, чтобы проклинать нас, Он благословил нас во Христе Иисусе. Слава Богу. И это благодать. Наделять силой, давать рост и умножение. это благословение Господне. И когда вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, оно уже больше не было снаружи. Когда настоящий вы, этот внутренний человек был пересотворен, или, как говорит Писание, рожден свыше, когда это произошло, Писание говорит, что любой человек во Христе является новым творением. Древнее прошло, и теперь все от Бога. И теперь семя этого благословения Авраама находится внутри этого рожденного свыше человека. А проклятие удалено оттуда. Мы были искуплены от проклятия закона. Да. Да. Слава Богу. Да. Мы были искуплены от проклятия закона. Поэтому благословение не прошло. Проклятие прошло в Иисусе. И проклятие по-прежнему действует. Да. Но оно потеряло свою силу и власть над нами. Слава Богу. Когда мы противостоим Ему, оно не может подавить это сопротивление и войти в нашу жизнь просто потому, что этого хочется дьявлу. Да. Я не говорю сейчас о сквернословии. Сквернословие – это производное от слов проклятия, слов смерти, слов нищеты, слов болезни. Да. Закон греха и смерти. Восьмая глава Римлянам. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это законы. Это духовные законы. И когда вы приводите эти законы в действие, тогда та сила и то, чему вы разрешаете своими словами, вы являетесь свидетелем. Устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое слово. Люди являются подтверждающими свидетелями. Бог уже сказал свою часть. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь. Если вы разделите лист на две колонки, одна – это закон духа жизни во Христе Иисусе, вторая – закон греха и смерти, то во второй колонке будет то, что называется проклятием закона. Все, что имеет отношение к смерти, болезням, немощам, нищете, недостатку, ко всем этим вещам, самой смерти, страху смерти, о котором говорится в послании к евреям 2, 14, 15. А в первую колонку вы помещаете все, что имеет отношение к жизни и искуплению от этого проклятия. Закон духа жизни во Христе Иисусе. Они оба приводятся в действие словами. Поэтому, когда вы говорите эти слова, вы являетесь решающим фактором. И когда вы говорите слова закона греха и смерти, те, кто поддерживают эти слова, а именно сатана и всеначальство, власти и мироправители тьмы века сего, именно они заставляют эти вещи работать в вашей жизни, потому что, знаете вы это или нет, вы дали им разрешение это делать. И проклятие. Но, когда вы говорите слова жизни, тогда Иисус, все его ангелы, вся власть и жизнь небес приводится в действие в вашей жизни. Именно тогда возводится эта стена. Знаете, в действительности у Бога для каждого есть место. Если вы будете рассчитывать на Господа в этом вопросе, Он даст вашей семье место, где вы сможете собираться вместе. И вам нужно, вам нужно это делать. Ну, брат Копунг, мы слишком заняты. Что ж, да, вы правы, вы слишком заняты. Мы просто пытаемся заработать на жизнь. В этом ваша первая проблема. Знаете, если задуматься, Бог всегда серьезно подходил к недвижимости. Безусловно. Аминь. Он начал этот бизнес с недвижимостью. Аминь. И Он начал его с Эдемского сада. Аминь. Поэтому молитесь об этом. И Господь начнет давать такого рода вещи, потому что вашим детям нужно проводить с вами время. И вам нужно проводить время, не споря и ссорясь друг с другом, а проводить его хорошо, говоря хорошие вещи друг о друге. Позвольте мне рассказать вам об этом доме. Главный дом находится на той стороне. И Глории всегда хотелось иметь бревенчатый дом. Да, настоящий. Она не хотела строить новый. Старый бревенчатый дом. И она сказала, Господь даст мне здесь бревенчатый дом. Я сказал, хорошо, я соглашаюсь с тобой. Да, у нас будет бревенчатый дом. Он будет стоять там. Хорошо. Да. Аминь. Что ж, знаете, шло время. И да, спасибо тебе, Господь, где-то есть бревенчатый дом. Мы не начали просматривать газеты, заниматься поисками и звонить людям. Мы просто начали говорить это. Господь, мы благодарим тебя за этот бревенчатый дом. И ты знаешь, где он. Мы благодарим тебя за него. И мы как-то раз ехали в город. Мы ездили по этой дороге. Да. Кто знает, сколько раз. Глория родилась всего в трех километрах отсюда. Я не знаю, сколько раз в свою жизнь она проезжала мимо этого дома. И как-то раз мы ехали там, и она сказала, останови машину. Я спросил, что? Остановись. Я остановился на обочине и спросил, в чем дело, Глория. Она сказала, я хочу пойти посмотреть тот старый дом. Там посреди пастбища стоял старый, полуразвалившийся, покосившийся дом. Пристроенная сзади к нему кухня отделилась от дома. Она наклонилась на одну сторону, а дом на другую сторону. Просто старый, обшитый дом. Она сказала, я пойду посмотрю на него. Я спросил, зачем? Ну, я пойду посмотрю на него. Она пошла туда. И она подошла к углу дома и отогнула обшивку, которую кто-то на него набил. И там под обшивкой были бревна. Этот бревенчатый дом находился в скольких, где-то в 7-9 километрах по дороге. Он стоял там все это время. Но из-за этой старой обшивки, которую кто-то его обшил, вы не могли этого видеть. И Господь дал ей знать. К ней пришло слово от Господа, понимаете? Он всегда знал, где был этот дом. Так что благословение Господне работало, потому что мы говорили это верой. Благословение работало. Хотя только несколько человек в мире подумало бы, что тот дом был благословением. О, да, Боже мой, он выглядел ужасно. Мы поговорили с женщиной, которой он принадлежал, рассказали ей, что мы делали и благословили ее. И мы заплатили ей столько, сколько она за него хотела. Что, на мой взгляд, было немного дороговато. Но мы не занимаемся обдиранием людей. Мы благословляем людей. И если это больше, чем вы хотели заплатить, вы спрашиваете Господа. И он говорит, заплати эту сумму, тогда вы не просто покупаете что-то, а это становится семенем. В любом случае, вот результат. И он возвращен свое первоначальное состояние. Он был настолько неиспорчен, потому что кто-то защитил его этой старой обшивкой. И было только одно небольшое место, не больше квадратного метра, которое было открыто для неблагоприятных погодных условий. Часть древесины сгнила. Но это все. Все остальные бревна были в нетронутом состоянии. Слава Богу. Мы просто перевезли его сюда, выровняли его и заново его законопатили. И он был готов. Сделали крышу. И все. С твоих слов звучит все так просто. Что ж, оно было просто, когда ты понимаешь, что благословение Господне обеспечило это. Он дал людей, чтобы это сделать. Он дал деньги, чтобы это сделать. Почему? Потому что Он хотел благословить тебя. Он благ ко мне. И посмотрите, какое это благословение. И именно так Бог и предназначил нам с вами жить. Верой. А не кое-как выкручиваясь. Вся наша сообразительность. Мы это поняли. Ни у кого не хватит сообразительности быть благословленными так, как Бог хочет вас благословить. Аминь. Аминь. Давайте вернемся к нашим преимуществам. Вчера и всю прошлую неделю мы говорили о благословении Господнем. Но сегодня в 102 салме я хочу коснуться преимуществ этого, потому что это наше преимущество как людей, которые живут в Царстве Божьем. И Царство Божье это не какое-то место. Иисус сказал, ищите прежде всего Царство Божье и Его праведность. Но затем Он сказал кому-то, Царство Божье внутри тебя. Царство Божье это форма правления. Это образ жизни. И есть законы, которые управляют этим царством. И это законы духа жизни во Христе Иисусе. Аминь. Поэтому этим царством управляют законы благословения. Они отделены от законов греха и смерти, которые управляют этой естественной вавилонской системой, которая зародилась при вавилонской башне, которая смущена и поставлена в тупик, пытаясь восполнить свои нужды без Бога. Чего она не может сделать? Поскольку она не может порождать умножение. Знаете, они постоянно говорят о создании рабочих мест. Вы знали, что вы не можете создать рабочее место? Но это удивительная вещь, потому что у нас нет силы умножения. И если вы будете прислушиваться к Богу, Он начнет вести и направлять вас, и благословение начнет проявляться. И когда благословение проявляется и преуспевает, тогда нужно нанимать на работу людей, потому что все преуспевает, идет рост и умножение. Если вы пытаетесь заставить это расти и умножаться, в конце концов произойдет перегрузка, и это рухнет. Всегда так было. В любом случае, это наше преимущество в Царстве Божьем. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя, его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний его. Он прощает все беззакония твои, исцеляется недуги твои. Глория, это часть нашего пакета привилегия. Да, для нас это привилегия, верно. Избавляет от могилы, или искупает от разрушения жизнь твою. Мы говорили об этом. Разрушение было частью проклятия закона. И Христос искупил нас от проклятия закона. Он искупил нас от разрушения. Но нам нужно знать, как принимать это искупление. Писание говорит, тогда скажут, избавленные или искупленные Господом. Но это не значит просто говорить все, что приходит вам в голову. Поэтому нам нужно вопрошать Господа и искать Его Слово. Позвольте мне вам кое-что показать. Не закрывайте это место и откройте 118-й Псалом. Буквально несколько страниц вперед. Это местописание привлекло мое внимание, когда я проходил летную подготовку, чтобы летать на самолете Сайтейшн-10. Мне исполнилось тогда 69 лет, на первой неделе, когда я проходил эту подготовку. И дьявол бомбардировал меня мыслями о том, что я уже старый и так далее. И в первый день занятий, в первое же утро инструктор по наземной подготовке сказал, я военно-морской пехотинец в отставке. Я летал на всем, что есть у военно-морских сил. И я скажу вам, для Сайтейшн-10 идет самая интенсивная летная подготовка. Все нервно сглотнули. Это заставило тебя хорошо себя почувствовать. Да, но посмотрите на это местописание. Господь дал его моему очень близкому другу, когда он готовился поступать в медицинский. 118 Псалом, 98 стих. «Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она заповедь всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Да. Он не сидел и не говорил, «Я никогда этого не пойму, я никогда этого не выучу, для меня это слишком трудно». Божьи повеления сделали его мудрее. Он продолжал думать об этом Слове Божьем. Заметьте, он сказал, «Ибо размышляю об откровениях твоих». Я думаю об этом, я размышляю над тем, что ты сказал в Своем Слове, что ты сказал в своих законах. Понимаете, вы можете обратиться к Слову Божьему и размышлять над тем, что Бог говорит об этих вещах. И вы начинаете думать на основании того, что Он об этом сказал. И вы начинаете говорить это. Тогда Дух Божий, который знает все пищи, Он знает все об этом, Он знает все о том, как сбросить лишний вес, Он знает все о занятиях спортом, Он знает все о покраске машины, Он знает все о том, как построить дом. Он здесь, Он в нас. Иисус послал его сюда, быть в нас, быть нашими глазами и нашими ушами, нашим пониманием Его божественной сферы. И это делает нас мудрее врагов наших и наших сверстников. И что? Это ставит нас в положение головы, а не хвоста. Да. Религия делает как раз обратное. Но когда вы размышляете над Его словом, это является частью наших преимуществ. Неудивительно, что Писание говорит, внимай этому, внимай моему слову. Или можно было бы сказать, обращай внимание на Причи 4.20. Посмотри, где мы были. У нас никогда и мысли не было о том, чтобы жить без долгов. Когда мы начали обращать внимание на Мы не могли и не понимали. Когда мы увидели это место Писания, оно просто ошарашило меня. Я никогда не слышал, чтобы кто-то так делал. Вел бизнес без долгов и все такое. Это было еще когда? Тогда, когда вы были еще молодым парнем, ваш папа говорил вам, самое лучшее, что у тебя есть, это твой кредитный рейтинг, твоя кредитная история, твое имя. Поэтому мы пойдем с тобой в банк, и ты займешь 50 долларов. Сын берет заем. И затем эти 50 долларов будут лежать у папы до тех пор, пока не придет время выплатить их обратно банку. И потом ты пойдешь и выплатишь их обратно банку, так у тебя будет хорошая кредитная история. И папа просто тоже ничего другого не знал. Мой папа никогда бы меня этому не учил, зная им что-то лучшее. Это все, что он знал? Писание говорит, наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. Если вы почитаете контекст этого места Писания, то там говорится о том, чтобы научить его жить без долгов. Поэтому, когда вы берете взаймы деньги, вы подключаетесь к этой вавилонской системе. Мы не знали как, но мы начали размышлять над этим словом. Потому что мы приняли решение держаться его слова. Как и здесь. Вот это слово. Он искупает от разрушения жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Милость и щедроты – это перевод еврейского слова хесет, который означает «защита завета». Все защищены и покрыты в завете с Богом. Слава Богу. И мы начали говорить об этом и размышлять над этим. Как мы можем это сделать? Господь, как я могу это сделать? Для того, чтобы только начать то, что Бог поручил и сказал, мне делать мне нужно было 50 тысяч долларов. И я никогда не видел 50 тысяч долларов. Я видел взятые взаймы 50 тысяч долларов, но я никогда не видел наличные 50 тысяч долларов. Мое мышление даже не устремлялось в том направлении. Но вместо того, чтобы тратить свое время, думая об этом, я вопросил об этом Господа. Я остановился на светофоре, и я сидел и смотрел на тот светофор. И я сказал, Господь, я слышу тебя, и я принял решение это делать. Я буду это делать. Я слышу тебя, и я принял решение это делать. Я буду это делать. И ты сделаешь это. Но на данный момент я просто не знаю как. Просто не знаю как. И, Глория, я услышал это настолько ясно. Я не имею в виду этими физическими ушами. А вот здесь, где Дух Святой, вот здесь, где живет Дух Святой, в вашем духовном человеке, он именно там. И если вы научитесь слушать здесь, он будет продвигать вас вперед. Я услышал, как он сказал, нет, ты знаешь. Я спросил слух, я знаю. Я услышал это здесь. Я просто услышал это местописание. Давайте, и дастся вам. Затем я услышал другое местописание. Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Он встает. Ложится спать. Встает. Семя всходит. Он не знает как, но когда созревает урожай, он посылает серп. Все, что я должен был делать, это сеять семя. Слава Богу. И вот так, шаг за шагом, мы начали узнавать законы, которые управляют этим царством. Он будет вести вас к местам Писания, которые управляют этим царством. И все это время я не был зависим от долгов и взятых взаймы и денег. Чем больше мы узнавали, тем больше оно расширялось. Он проговорил нам с Глорией и сказал сделать определенную вещь. Мы пошли и сделали это. И благодаря этому мы получили всю эту собственность на Игл Маунте. У Бога был план дать нам это. У нас не было денег, чтобы сделать это, но Он это сделал. И без всякого компромисса. Слава Богу. Поэтому мы учились тому, как прислушиваться к Нему. Давид сказал, что именно это Он и делал. Это одно из наших преимуществ. Понимаете? Итак, будучи искупленными от разрушения, Он увенчал вас с защитой. И когда вы размышляете над этим, и вы начинаете говорить, моя жизнь искуплена от разрушения. Это одно из моих преимуществ. Я должен быть искуплен от разрушения. Поэтому я не боюсь летать. Я не боюсь ездить на машине. Я ничего не боюсь. Я не боюсь начинать то, что Бог мне сказал делать. Но я не делаю это, полагаясь на свою сообразительность. Я вопрошаю Господа и слушаю, идя шаг за шагом. Если Он ничего не говорит, я ничего не делаю. Да. Это работает. Разве не это же, как Иисус сказал, делал и Он? Он сказал, я говорю только то, что слышу, как говорит Мой Отец. Слышу, наверное. Я делаю только то, что вижу, как делает Он. Поэтому если Он не слышал, чтобы Отец что-то говорил, не видел, чтобы Он что-то делал, Он ничего не делал. И когда вы учитесь этому процессу, вставая каждое утро, прежде чем что-либо сделать, вы читаете по главе каждый день. Особенно из Нового Завета. Как минимум. И вы говорите, Господь, я открываю сегодня свое сердце для Твоего Слова, чтобы питать свой дух. Потому что сильный дух поможет вам пройти через все бедствия и проблемы. И Слово Божье говорит, что непослушный язык, извините, послушный язык, спасет вас от многих проблем. И мы начали узнавать эти законы Духа и приводить их в действие. Первым делом, каждое утро питайтесь Его Словом. Читайте эту одну главу. Я делаю это вот уже... Мы находимся в служении уже более 45 лет, и я по-прежнему делаю это каждое утро. Мне нравится выходить на веранду, и даже когда холодно, я просто тепло одеваюсь и выхожу туда. Мне нравится быть на свежем воздухе. И я читаю. О, посмотри, что Он здесь сделал. Я вижу, как Иисус делает эти вещи. Посмотри. Я вижу, как Иисус сделал это. Ваше постоянно расширяющееся откровение. Постоянно расширяющееся откровение. Отлично сказано. Аминь. Хорошо. Да, Господь, я покажу вам, что только что пришло в мой дух. Я покажу вам это на завтрашней передаче. И когда вы делаете эти вещи, ваше преимущество начинает возрастать. Вы начинаете видеть, как принимать их, говоря их. И когда вы говорите верой, Иисус сказал, имейте веру Божью. И затем Он сказал, «Если кто скажет, горе сей, скажет, скажет, итак, послушайте, «Если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, пять слов, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Аллилуйя. Будет ему, что не скажет. Что не скажет, это важно. Это важно. Это вера Божья. Именно так вера действует и функционирует. Да, верно. Я просто не представляю, как. Что ж, вам в действительности не нужно представлять и видеть это. Вы должны верить в это и делать это. И тогда вы будете видеть. Бог будет учить вас. Послушайте это. Притча 4,24. «Отвергни от себя лживость уст». Притча 12,18. «Язык мудрых врачует». Притча 13,2. «От плода уст своих человек вкусит добро». Притча 15,4. «Кроткий язык» «Древо жизни». Притча 18,7. «Язык глупого» «Гибель» или «Разрушение для него». Помните, это одно из наших преимуществ. Наша жизнь была искуплена от разрушения. Поэтому вы можете сейчас видеть, что язык глупого разрушения для него. И для того, чтобы быть искупленными от этого, вы должны вкладывать Божьи слова и свою веру в свои уста, в свое сердце и говорить их и принимать эту защиту искупления и поддерживать ее, ходя в прощении, ходя в любви. Не позволяйте никому попасть внутрь этой зоны и привести вас в смятение. не позволяйте никому привести вас в это смятение и заставить вас стать причастниками разрушительной части этого мира. Тьмы, да. Аминь. И притчи 18,21. «Смерть и жизнь во власти языка». «Да будут слова уст моих благоугодны». Псалом 18. Давай, Глория, снова откроем наши Библии на 102-м салме, говорящем о наших преимуществах в благословении Господнем. «Иисус Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклятся, как висящий на древе». Галатам 3,13. Зачем? Итак, «Ибо написано «проклятся, как висящий на древе», вот зачем он пошел на крест, «дабы благословение Авраамова через него распространилось на язычников, распространилось на всех остальных нас, чтобы мы могли получить то, что Дух обещал Аврааму». Аллилуйя. Это просто грандиозно. Это первоначальная цель Бога с самого начала. Да. «И благословил их Бог, сказав «плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ее, владычествуйте над ней», и Он поместил их в Эдемский сад. Будь они послушны, будь они послушны, на всей земле было бы только благословение. Там был явлен совершенный план Бога. Библия говорит, что Бог насадил сад на востоке Эдема, затем Он поместил в него человека, и затем «благословил его, сказав, сказав, «обладай землей», и так далее, наполняй ее, наделив его той же самой силой, которую мы знаем как благословение Господне, которую использовал Бог, чтобы сотворить все материальное. поэтому для начала Бог дал человеку тот небольшой сад, и Он планировал, что этот сад будет расширяться до тех пор, пока вся планета не станет садом Вселенной, и затем он должен был расширяться дальше, на все эти планеты там, они по-прежнему пустые. Именно человеку было поручено это сделать? Да. Да. с Божьим наставлением, Божьей помощью, Божьим обучением. Я вспоминаю это место до того, как за него взялся человек. Ты имеешь в виду чисто мои усилия? До того, как человек взялся за него, это были одни камни, никакой травы, одни сорняки и камни. Но мы приехали сюда, и мы начали молиться, и мы начали искать Господа. И мы говорили и произносили слова веры и благодарности над этим местом. И по мере того, как мы учились, и двигались вперед, мир Божий пришел на это место, и благословение Господне начало... Да. Например, Бог пообещал Израилю землю, в которой будет течь молоко и мед. Да, верно. И вы можете проверить. Вы можете проверить всю остальную землю и посмотреть, что происходит. Посмотреть, где живут пчелы. Знаете, где долгое время жила наибольшая популяция пчел? в Соединенных Штатах. Именно там была их самая большая популяция. Знаете, где сейчас их больше всего? В Израиле. И знаешь, куда еще они прилетают? Сюда. Они прилетают сюда, забиваются в наши стены и делают мед. Говорю вам, видите, там тот маленький бревенчатый домик? Каждый год приходится приезжать сюда и доставать из него мед, чтобы не дать потолку просить. Интересно, не так ли? Проверьте. Благословение является таким, каким Бог обещал, что оно будет, потому что Бог сам его произнес. которая течет молоко и мед. Понимаете? Человек понятия не имеет о том, что Бог приготовил любящим его. Ничего подобного никогда даже не приходило на сердце человеку. В сердце и разуме Бога Эдемский сад должен был быть самым худшим состоянием, в котором когда-либо должен был быть человек, поскольку все должно было становиться только лучше. По мере того, как он бы учился, как сад бы рос, расширялся, о, несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Но нам Бог открыл это духом своим. Это в нас, чтобы быть сейчас явленным. Аминь. Знаешь, я никогда раньше об этом не думала насчет пчел. подумай о том, как у Рэнша был хороший и замечательный мед. У них не было сахара, у них не было сахарниц, у них не было конфет, не было, не было. У них были фрукты, был мед, да, и они были здоровыми. А когда они начали сами восполнять свои нужды без Бога и попали в проклятие, пчелы улетели. Если вы сами для себя это проверите, просто поисследуйте этот вопрос. Это очень много открывающая и очень интересная тема. Определенно. Но когда благословение Господне сходит на какое-то место, например, наше место в Игл Маунтин, в Форт-Ворте, один человек, военный в отставке, боевой офицер, он просто заехал туда к нам. И он спросил разрешения прогуляться по территории. Он просто заехал к нам и просто прогулялся по территории. И кто-то спросил у него, сэр, почему вы это делаете? Он ответил, я наслаждаюсь миром. Он сказал, когда я заехал сюда, Божий мир наполняет все это место. И мы знаем это, потому что мы в нем живем. Мы с Глорией, наша семья, мы можем оказаться в просто опустошенном месте, но у нас все равно по-прежнему есть мир. Мы живем в этом мире Божьем. Нас со всех сторон окружает щит мира. И мы вчера говорили о том, что Он искупает от разрушения жизнь нашу. И о том факте, что Христос искупил нас от проклятие закона, увенчал нас милостью и щедротами, насыщает наши уста хорошими словами. Так что обновляется подобно орлу юность наша. И Господь творит правду или праведность, и суд всем обиженным или угнетенным. И мы должны знать, как принимать эти вещи. Подумайте о том, чему нас учила религия. О, как это трудно, и как это тяжело. Как тяжело служить Богу. Это будет стоить вам всего, что у вас есть. Жизнь в Вавилоне будет стоить вам всего, что у вас есть. Спросите у большинства проповедников, каково это служить Иисусу. Узнаете, это борьба, это тяжело, особенно финансово, делать то, что их разговор обычно становится несколько сбивчивым. да, аминь. Это несколько трудно, да. Да. Это не то, что Бог сказал. Скольких проповедников ты знаешь, которые, если ты подойдешь и задашь им этот вопрос, ответят, вы шутите? Это легко, это самое легкое, что я когда-либо делал. Что? Никто этого не говорит. однако это то, что сказал Иисус. Он сказал, научитесь этому от меня. Это ключ. Вы учитесь этому от него, слушая его, делая то, что он говорит делать, отказываясь говорить то, что вы не слышите, чтобы он говорил, или делать то, что вы не видите, чтобы он делал, вместо того, что просто делать свое. Это тяжело. Когда вы находитесь не в том месте, и не так делаете что-то не то, и пытаетесь взять взаймы деньги и выпросить их у людей. Когда у вас нет никакого слова Божьего, так что у вас нет никакой веры, это тяжело. Да, религия не приносит веру. И тогда вы просите у людей деньги, чтобы делать то, что Бог сказал вам делать, и большей частью то, что как вы думаете Бог сказал вам делать, фактически является тем, что кто-то другой сказал, что вы должны делать. И вот, что я собирался прочитать вам вчера. У меня не хватило времени, у меня это было записано, но я не успел до этого дойти. Послушайте это из Евангелия от Матфея 11, с 27 по 30 стихи, где Иисус сказал, научитесь этому от меня, что иго мое благо, и бремя мое легко. Скажите это прямо сейчас. Впрягаться в работу для Иисуса легко, а не тяжело. Впрягаться в работу для Иисуса легко, а не тяжело. Не тяжело. В одном из переводов Библии это звучит так. Иисус продолжил говорить людям, но сейчас уже мягко. И послушайте, послушайте слова Иисуса. Отец отдал мне все делать и говорить. Поэтому Иисус не говорил просто все, что ему хотелось говорить, или не делал все, что ему хотелось делать, потому что он Сын Божий. Он ничего не делал, как Сын Божий, пока был на земле, за исключением того, что пошел на крест. Все, что он делал в своем служении, он делал как пророк на основании служения благословения Авраама, как человек, помазанный крещеный Духом Святым. И он не делал ничего, что выходит за рамки нашей способности делать то же самое, если мы делаем это так, как делал он, если мы говорим то, что говорит он, делаем то, что делает он, послушно ему, позволяем Слову Божьему обращать нас то, как мы говорим, как мы думаем, как мы поступаем. Живем по законам Царства Божьего, а не по законам греха и смерти. Тогда мы получаем его результаты. Он говорил это снова, снова и снова и снова. Итак, «Отец отдал мне все делать и говорить». Это уникальное сотрудничество отца и сына, вытекающее из близких отношений отца и сына и знания. Никто не знает сына так, как знает отец, и отца так, как знает сын. Позвольте мне прочитать это еще раз. Это уникальное сотрудничество отца и сына. вытекающее из близких отношений отца и сына и знания. Никто не знает сына так, как знает отец, и отца так, как знает сын. Но я не держу это для себя одного. И послушайте, послушайте сейчас, я не держу это для себя одного, я готов шаг за шагом разобрать это с любым, кто будет слушать. Вы устали, измотаны, обожглись на религии, придите ко мне, будьте со мной, или другими словами, обратитесь к Слову Божьему, смотрите на меня, наблюдайте за мной в Слове Божьем, вы восстановите свою жизнь. Послушайте это. Я покажу вам, как по-настоящему отдыхать, обретать покой. Вы слушаете? Итак, послушайте. Я покажу вам, как по-настоящему отдыхать, обретать покой. Ходите со мной, работайте со мной, смотрите, как я это делаю, узнайте лишенные напряжения ритмы благодати. Это просто вера. А как вы работаете с ним? Лишенные напряжения. Я не возложу на вас ничего тяжелого или неподходящего. Проводите время со мной, и вы научитесь жить свободно и легко. Вы зависите от благословения Господнего. Вы не пытаетесь сами это просчитать. Вы не пытаетесь это заработать. Вы не пытаетесь это получить. Вы позволяете благословению произвести это. Как он это сказал? Ищите прежде Царства Божьего и праведности его. Вы ищите его. Вы обращаетесь к Слову Божьему. Вы ходите с ним. В Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Вы видите себя. Перестаньте смотреть на себя. Когда вы читаете Евангелие, перестаньте видеть себя, как ту женщину, страдавшую кровотечением. Это нормально. И это часть этого. Не поймите меня неправильно. Но не это является основным примером. Основной пример это вы ходите там вместе с ним. Вы смотрите как он все делает. Вы прислушивайтесь к нему, потому что вы его ученик, вы его потомок. Он ваш пример. Он учит вас. Послушайте, он говорит, работайте и сотрудничайте со мной. Когда он проповедует, вы слушаете его. Да, верно. Понимаете, например, Разве он не сказал дела, которые творю я и вы сотворите? И больше их сотворите, потому что я к отцу моему иду. Больше дела, подумайте об этом. Почему он пошел к своему отцу? Он пошел к своему отцу для того, чтобы послать Духа Святого. И сам Дух Святой является тем, кто, как он сказал, творил эти дела. Отец, пребывающий внутри, он творит дела. И позвольте мне показать вам здесь пример этого, поскольку именно так мы принимаем наши преимущества. В 11 главе Евангелия от Марка я начал изучать эту 11 главу Марка более 45 лет назад. Аминь. Когда вы входите с ним в какую-то ситуацию, вместо того, чтобы постоянно быть на другом конце этого, и я делал это, я слушаю его, я хожу с ним, я стою там с ним, я один из его учеников, он мой Господь, он мой Спаситель. И за несколько дней до этого я настолько осознал его слова, я говорю только то, что слышу, как говорит мой отец. И это стало возрастать и возрастать, оно всегда было значимым во мне, но оно начало быть внутри меня как огонь и заливающий свет. 11 стих. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрев все, как время уже было позднее, вышел Вифанию с 12, и я остановился. Понимаете, я прямо там, с ним. Подождите минутку. Те люди в храме в тот день вели себя так же отвратительно, как они будут вести себя и завтра, когда Иисус вернется туда и выгонит их всех вон. Но Иисус ничего не сказал. И заметьте, здесь говорится, как время уже было позднее вышел. Эй, Глория, он пробыл там весь день, он не сказал ни слова, он ничего не сделал. Почему? Его отец ничего не сказал. Он не увидел, чтобы его отец что-то сделал. Он просто ушел, повернулся в Вифанию и провел там ночь. И знаете, что он за ночь сделал? Он вопросил Господа насчет того, что он увидел. Он знал, что он должен был быть там. Но первый шаг веры это держать свои уста на замке и вопросить Бога о том, что говорить, что делать, когда это говорить, как это делать, и получить план от него. Да будет план его исполнен на земле. На следующий день он возвращается туда. Он зашел в храм и начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. Глория. Все знают, что Иисус это сделал. Все, кто когда-либо ходил в воскресную школу, знают, что Иисус это сделал. Каждый христианин, который когда-либо был в церкви, знает, что Иисус это сделал. Он пришел туда не для того, чтобы сделать это. Но когда вы становитесь его учеником, и вы там вместе с ним, и вы позволяете Господу открывать вам эти вещи, потому что вы говорите только то, что слышите, как говорит он, и вы делаете только то, вы следуете его примеру. Что вы делаете? Что он там сказал? Я работаю с ним, я смотрю и наблюдаю за ним в лишенных напряжения и ритмах благодати. Посмотрите на это. И учил их, говоря, не написано ли, он взял отрывок из Слова Божьего, из 7 главы Иеремии, и он начал учить и слушать. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Он выгнал оттуда тех людей. Но вот что важно. Он весь день учил. Он должен был что-то сказать. И он должен был что-то сделать. Но он знал, в чем состоял план еще до того, как начал это делать. И ему не нужно было обращаться к этому внешнему миру, чтобы получить для этого необходимые ресурсы. И что шокировало меня за все эти годы, я никогда не соединял все это вместе, потому что я читал это и проповедовал об этом по отдельности. Но Господь помог мне, и Он соединил все это вместе. Затем был случай со смоковницей. Но что Он делал? Он возвращался в храм. Глория, Он провел в храме три дня. Там много всего было. Он проповедовал, и Он учил. Он был в присутствии некоторых тех старейшин, с которыми Он встречался, когда ему было 12 лет. И Я увидел все это только тогда, когда начал работать с Ним. Я смотрю, как Он течет в лишенных напряжения ритмах благодати. Почему? Потому что Он знал, что Он должен был делать, и Он полагался на Бога внутри Него, чтобы это сделать. Он полагался на стену благословения вокруг Него. Они не могли его тронуть, пока Он не сказал, что они могут это сделать. И когда они попытались причинить Ему вред или напасть на Него, Он просто пройдя посреди них ушел. Почему? Была это стена благословения. Вокруг Него была стена благодати, и Он ходил в том же самом, в чем Он обеспечил ходить нам. Разве это не удивительно? И у нас есть эти преимущества, понимаете? В заключение давайте еще раз вернемся к нашему псалму. Господь творит правду или праведность и суд всем обиженным или угнетенным. Как вы это делаете? Я узнал это посреди сильного угнетения и давления, которое испытало наше служение несколько лет назад. И Господь повел меня к месту Писания, в котором говорится «Не защищайте себя, дайте место мне отмщение. Я вас дам, говорит Господь». Нет, я просто сказал «Что ж, я даю место. Мне отмщение, говорит Господь. Они не тронут меня. Мне не нужно было беспокоиться и волноваться. И сила Божья была там. И вместо того, чтобы нашим доходом пойти вниз, как полагали те люди, которые атаковали нас, они пошли вверх, слава Богу. Но если бы мы начали судиться всем этим, произошло бы то, что по их планам должно было произойти. Наши доходы бы пошли вниз, а расходы вверх. И это бы оказало финансовое давление на нас, чего не произошло. А сколько где сварливость, там не устройство и все худое. Да, и все худое. Но что мы делали? Да, аминь. Действовали в лишенных напряжения ритмах благодати. И вы должны противостоять этому. Вы должны приводить в действие то, что Бог дал нам в качестве преимуществ. Все вы, все наши партнеры, которые сели на новый цифровой HD телевизионный грузовик, хвала Господу, и наши люди укомплектовали его, и они сделали это искусно. Он запросто может быть самым лучшим телевизионным грузовиком в мире. Слава Богу. И это первая передача, которую мы записываем с его помощью. Слава Богу. Слава Богу. МакГобер и его команда, которая собралась вместе и помогла нам с этим, и все остальные наши партнеры, которые вкладывали в это. Будьте благословлены. Мы молимся о том, чтобы благословение Господне пребывало на вас и о вашем урожае. Слава Богу. Аминь. Это просто удивительная история, как все это осуществилось. За неимением времени мы не будем сейчас все это рассказывать, но я думаю, что у нас будет возможность рассказать обо всем этом, потому что это просто удивительно, что Господь сделал в благословении Господнем и как Он собрал все это оборудование. Так что нам это меньше, чем, как нам сказали, это будет стоить. И мы не брали взаймы деньги. Это здорово. О, нет, мы не брали на это взаймы никаких денег. Слава Богу. Мы так благословлены. Иисус Господь. Аллилуйя. Это не что-то, знаете что, эти местописания, говорящие о том, чтобы не брать взаймы не только для проповедников. Безусловно. Могу вам это сказать. Аминь. Действительно, аминь. Давайте вернемся к Слову Божьему, к 102-му Псалму. Все говорят о своих преимуществах и привилегиях. Преимущества. Какие у меня преимущества? Что я получу, если буду здесь работать? Какие вы предлагаете привилегии? Люди сейчас так этим интересуются. Их больше интересует какие преимущества и привилегии. И когда я смогу выйти на пенсию? Ну же. Вы говорите о пенсии, не имея пока еще и работы. Поэтому понимаете, суть жизни не в уходе. Аминь. Ну, брат Коплант, разве вы не верите, что христианин может быть тем, кем захочет? Нет, не может. Если мы серьезно подходим к тому, чтобы быть христианином и быть учеником Господа Иисуса Христа. Если вы серьезно подходите к тому, чтобы преуспевать на самом высоком уровне, тогда вам нужно следовать именно за Ним, потому что вы не можете преуспевать в этом мире без Него. это в конце концов убьет вас. Поэтому нет. План для нас уже готов. И это самый лучший план. И чрезмерно самый лучший план. Поскольку в его плане уже есть все необходимое. В его плане уже есть все необходимое. Все для жизни и благочестия. Когда мы являемся причастниками Его Божественного естества. Слава Богу! Иисус спросил у учеников, испытывали ли вы в чем-либо недостаток? Они ответили, нет, Господь. Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, Иисус сказал, «Не берите с собой ничего. Не берите ни мешка, ни дополнительной смены одежды и так далее». Это не означало, что они не получат этих вещей. Это не означало, что они не могли их иметь. Это означало, что они не должны были обеспечивать их. Когда они были с Ним, у них дела шли лучше, чем когда они были в бизнесе. Чем когда Матфей был сборщиком налогов. Чем когда Петр был рыбаком и так далее. С Иисусом у них дела шли лучше, чем когда-либо в жизни помните в 10 главе марка аллилуйя когда иисус говорил о том что богатому тяжелее войти в царство божье нежели верблюду пройти сквозь игольные уши да и ученики были изумлены и удивлены и спросили кто же тогда может спастись они были евреями они знали что они должны были быть богатыми они знали что они должны были быть благословленными они не знали как действовать в этом но они знали что должны были быть такими и иисус сказал с богом все возможно с людьми это невозможно он просто выложил это прямо там. Аминь. Итак, у нас есть преимущество. Какая мне от этого польза? Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний или преимуществ Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Когда вы устраиваетесь на работу, в сеть магазинов Уолмарт, они не могут вам такого гарантировать. Они предлагают социальный пакет, но он и в сравнении с этим не идет. «Избавляет от могилы или искупает от разрушения жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». «Милость и щедрот» — это перевод еврейского слова «хесед», который означает «защиту завета, стену благословения». И послушайте следующее. «Насыщает хорошими словами уста твои, так что обновляется подобно орлу юность твоя». Господь творит правду или праведность, и суд всем обиженным или угнетенным. Вам нужно быть очень-очень внимательными со словами «суд», «справедливость», «социальная справедливость». Это попытка человека сделать это самому без Бога. Его понимание социальной справедливости — это забрать что-то у одного и дать это другому. Нет, 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 нет. Бог так не делает. Бог благословляет кого-то, и тот человек дает это кому-то другому. И он пожинает еще больше. Вот так делает Бог. И послушайте следующее. «Он показал пути свои Моисею сынам Израилевым дела свои». Эфесянам 1.9 «Он открыл нам тайну своей воли». Вы можете узнать, что и как он делает. Его путь преуспевания, его путь жизни в благословении, как это делал Иисус, когда был на земле. И там были люди посреди пустынного места, без воды, без еды. Они сидели там и слушали, как он проповедовал. И его ученики подошли к Иисусу и сказали, «Эй, нам нужно отпустить этих людей. Им нужно пойти купить еды». Иисус сказал, «Нет, вы накормите их». Представляете выражение их лиц? Что? Нет, сказал он, «Вы накормите их». И в журнале «Воскресной школы» рассказывается, что Иисус накормил тысячи хлебами и рыбами. В действительности, не он. Ученики накормили их. Иисус был тем, кто взял эти хлеба и рыбы и благословил их. И что, по-вашему, Он сказал? Да. Что? «О, Господь, благослови эту пищу, чтобы она напитала наше тело. И благослови рыбаков, которые поймали эту рыбу, и булочника, который выпек этот хлеб». Нет, нет, нет. Он сказал, «Я говорю только то, что говорит мой отец». Он сказал, «Плодись, размножайся, пополни запасы этих людей и напитай их до сота». «Спасибо тебе, Отец, за благословение Господне, которое обогащает и печали с собой не приносит». «Слава Богу!» Но затем Он отдал эту еду своим ученикам, и они накормили людей. Таков Его план. И смотрите дальше. Он открыл нам тайну Своей воли. Он открывает нам эти вещи. Он открывает, как жить в благословении посреди страдающего и умирающего мира. И Он посылает нас в эти места быть благословением. Он посылает нас туда не для того, чтобы мы вместе с ними были нищими. Он посылает нас туда и помещает это благословение, приносит это благословение, приносит наши преимущества в то место. Сеет семя Слова Божьего, и Царство Божье начинает процветать. Это наша цель. На этой земле. И дальше. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Так что милость Его вовек. Не держитесь за грех. Покайтесь, когда вы оступаетесь. Покайтесь во грехе и примите свое прощение сразу же. Не прячьтесь, испытывая чувство вины и жалея себя по две недели или месяц. Это то, чего вам не стоит делать. Слово Божье говорит, «Не оскорбите». Мы не прочие, не имеющие надежды. Поэтому научитесь ходить в лишенных напряжения и ритмах благодати, о которых мы вчера читали, когда Иисус сказал, «Работайте со мной». Итак, «Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Нет, нет. Он творит нам по благословению Господнему. Он не ищет возможности не дать людям пойти на небо. Он ищет любую возможность, чтобы мы могли попасть туда. Он ищет любую возможность, чтобы благословить нас. Он ищет любую возможность, чтобы принести радость Господа, чтобы принести счастье в нашу жизнь прямо посреди этого ада на земле. Вот что свидетельствует о том, что Иисус жив. Слава Богу! Аминь! Это все наше преимущество. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Он знает, что нам приходится иметь дело с этим физическим телом. И Бог дал нам рождение свыше, и Он дал нам исцеление, чтобы позаботиться о Нем. В Своем Слове Он сказал нам, какую пищу есть, какие слова говорить, какие иметь мысли. И затем Он дал нам Свое обетование и научил нас в послании Якова, и научил нас в служении Иисуса. Говорите такие слова, ешьте такую пищу, не попадайте там в эту ловушку, и не ешьте весь тот мусор, который ест этот мир. Сама эта еда убьет вас. Нет, следуйте тому, что Он говорит об этом. Нет, мне такая еда не нравится. Это потому, что вы продолжаете говорить, что она вам не нравится. Это потому, что ваше уста страдает ожирением. Ваше тело следует за вашими устами. Согласно третьей главе послания Якова, ваш язык – это поводья вашего тела. И куда направляется ваш язык, ваше тело следует за ним, как лошадь следует за удилами, которые у нее во рту. Поэтому вкладывайте в свои уста Слово Божье. Отдайте эти поводья в руки Иисуса и Духа Святого, и позвольте Ему направлять вас Его словами. Ваше тело будет просто следовать за Ним, поэтому начните говорить, «Мне нравится эта еда, потому что так сказал Бог. Именно так я живу». Именно так. Слово Божье говорит, «Не ешьте это, оно не было создано для того, чтобы это ели. Значит, я не буду это есть». «Да, но оно мне нравится». Что ж, это не причина, чтобы это есть. Когда вы были там, в этом мире, вам нравились и другие вещи. Вам также незачем пить алкоголь, поскольку ваше тело не было сотворено для того, чтобы употреблять его. Оно не предназначено для этого. Поэтому мы говорим здесь о следующем. Знаете, как Глория обратила мое внимание несколько лет назад, когда вы приезжаете в другую страну, вы не начинаете есть все, что едят они, пробуя все подряд. Не пройдет и трех дней, как вы начнете искать что-то, похожее на то, что вы едите дома. Именно то, что вы едите постоянно. И то, как вы говорите постоянно, именно в том направлении и устремляется ваше желание. Да. Именно это вам нравится. Но когда вы обращаетесь к Слову Божьему, и вы начинаете изменять свой образ мышления, вы начинаете изменять то, как вы говорите, это начинает менять ваши желания и то, как вы думаете, то, как вы едите. Через какое-то время для вас действительно становится вкусным то, что Бог предназначил вам есть. И ваше тело, благодаря вашим словам, быстро за это ухватывается. И это не займет много времени. Сначала вы делаете это из послушания. Но пройдет не так много времени и все эти вещи, с которыми вы испытывали трудности, всевозможные проблемы, боли, избыточный вес и так далее, вы начинаете видеть так, как видит Бог. И вдруг все это начинает содействовать ко благу любящим Бога, призванным по Его изволению. Это наше преимущество. Да. Аминь. Итак, смотрите. Хорошо. Он знает состав наш. Дни человека, как трава, как цвет полевой. Так Он цветет. Пройдет над Ним ветер, и нет Его. И место Его уже не узнает Его. Милость же Господня от века и до века. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому не устремляйте свой взор на эти временные вещи, которые просто сгорят и пройдут. Нет, нет. Милость Господа вечна. Это время, которое мы проводим на этой земле, является самым коротким периодом нашей жизни. Но этот период определяет, как будет проведена вечность и качество этого. Если вы будете следовать за Иисусом и делать то, что Он говорит, и идти туда, куда Он говорит идти, и наслаждаться благословением Господнем здесь, на этой земле, тогда вы подготовлены к тому, чтобы в будущем стать правящим классом и правящими людьми. Это не что-то неважное. Но могу вам сказать, что наименьший на небесах будет определенно рад, что Он там. Слава Богу. Слава Богу. И дальше. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его и правдой или праведность Его на сынах сынов. Аминь. Это долгий и непрерывный процесс воспитывать своих детей, чтобы они жили в благословении Господнем. А не были просто церковными детьми, которым хочется побыстрее исчезнуть из поля зрения своих родителей. Наши дети не такие, наши внуки не такие. И теперь у нас уже есть и правнуки. Правнуки? Правнуки, которых растят, и они счастливы, и они полны жизни и любви. Благословение работает. Они исцелены и здоровы. Они живут в своих преимуществах. Они научились принимать их. И послушайте следующее. Хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Позвольте напомнить вам Евангелие от Иоанна 14, 21. Иисус сказал, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их?» И Он не говорит здесь только о десяти заповедях. Но когда наши уши настроены на Него, мы водимы Духом Божьим. Мы рассчитываем на Него. Мы вопрошаем Его. Мы делаем то, что Он говорит делать. Когда Он говорит остановиться, мы останавливаемся. Куда Он говорит идти, мы идем. Мы не рассчитываем на этот мир в отношении чего бы то ни было. Он наш источник. Бог наш единственный источник. Благословение Господне оно обогащает и печали с собой не приносит. И так это наши преимущества. И Он сказал, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их или исполняет их, тот любит Меня». Брат Коплант, я люблю Господа. А вы делаете то, что Он говорит? «Ну, иногда». А почему вы не сделали и то-то, и то-то? «О, брат Коплант, если бы я это сделала, я бы никогда не смогла жить со своим мужем». Что ж, значит, вы любите Его больше, чем Господа? «О, нет, нет, нет». Да, согласно Иоанна 14, 21. Если вы любите Господа и делаете то, что Он говорит, именно тогда Он вмешивается и занимается вашим мужем. Аминь. Именно тогда вы имеете веру в Него, поскольку прислушиваетесь к тому, что Он сказал. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». Вот начинают приводиться в действие ваши преимущества. «И я явлюсь Ему сам». Он позаботится о мужем, он позаботится о жене, он позаботится о начальнике, когда вы делаете то, что Он сказал делать. Но когда вы выбираете защищать себя и делать то, что кто-то другой хочет, что бы вы делали, или наоборот не делали, тогда вы отстраняетесь от своих преимуществ. И вы отходите обратно туда, где стена благословения не работает так, как она должна работать. Тогда вы начинаете говорить то, что вы знаете вам незачем говорить. И послушайте следующее. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Царство Божье здесь. Оно будет работать на земле, где угодно, в любых условиях. Наверное, самая большая церковь, которую мы когда-либо проповедовали, была в Африке. Да, вы видели, как это происходит? Сколько она вмещала? 50 тысяч? 54 тысячи в воскресенье утром. И сколько человек у них было в хоре? Не помню. 50 тысяч 20. Что-то около этого. Нет, в хоре было около 12 тысяч. Но им приходится проводить в воскресенье два служения. Но они люди Слова Божьего. Они верят Слову Божьему. И они построили эту церковь прямо посреди джунглей. Заплатив за все наличными, если я правильно помню. И без всяких американских долларов, не беря денег взаймы. И на тот момент у них на счете в банке было 250 миллионов на следующее, что Бог сказал им сделать. Слово Божье будет работать везде, при любых условиях. И когда кто-то сказал епископу Уэдепо, ну, это американское Евангелие преуспевание, и он такой добрый, милый человек, он ответил, о, нет, Иисус родился не в Америке. Да, да. Он просто взял Библию и начал практиковать свои преимущества. И сейчас там, посреди тех джунглей, он построил целый университет по модели университета Орла Робертса. У них есть свои школы, где дети учатся, начиная с детского сада до... Да. Колледжа? Да, полная средняя школа, университет, у них есть профессоры, у которых есть дома прямо на территории университетского городка. Слава Богу! Слава Богу! Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь Глазу Слова Его. Это одно из ваших преимуществ. Они слышат, что вы говорите, когда вы говорите Слово Божье. И дьявол вынужден повиноваться. Слава Богу! Аллилуйя! В заключение прошлой передачи, фактически, давайте начнем сегодняшнюю передачу с этого местописания. Я помню, мы тогда только поехали в университет Орла Робертса, и я только начал учиться, и нам нужно было вернуться в Форт Уорд, в Техас. У нас было собрание там, в церкви брата Николса, и мы остановились в доме моих родителей. И я спросил, «Мама, у тебя есть записи каких-нибудь проповедей, которые мы могли бы послушать?» Она ответила, «Да». В те времена магнитофон был вот таких размеров, такой вот высоты, и использовались большие бобины с пленкой. Да, я помню. И это была первая запись проповеди Кеннета Хейгена, которые я услышал. на одной стороне была проповедь, «Вы можете иметь то, что вы говорите, и вы можете иметь с Богом полную свободу действий». Да, я помню. На другой «И это было то, что мы искали». И я включил ее, говорю вам, «Я никогда ничего подобного не слышал». И это было ответом на те вопросы, которые я задавал Богу. И в конце одной проповеди он обратился к этому месту Писания в послании к евреям, в первой главе послания к евреям. Он на минуту остановился, я говорю о брате Хейгене на той записи. он остановился и сказал «Да, Господь, да, Господь, я сделаю это, я сделаю это. Я никогда не мог свободно говорить об этом, но я сделаю это». И я сказал «Да, и также ради меня, потому что он обращался прямо ко мне, говорю вам». Он говорил о власти записанного Слова Божьего. Марка 11, 23 «Вы имеете то, что вы говорите». И вера, о, мой дух просто взлетел. И потом он дошел до 13 и 14 стихов первой главы послания к евреям. «Кому, когда из ангелов сказал Бог «Сиди, одесну и меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Он никогда, никогда не говорил это никакому ангелу. Ни один ангел не сидит в присутствии Бога. Они ангелы. У них нет власти сидеть там. Иисус сидит по правую руку Бога, по приглашению Бога. И он сказал «Сиди, одесную меня». Сказал это Иисусу «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И Писание говорит нам смело приходить к престолу благодати и получать милость и обретать благодать для благовременной помощи. Там не сказано «Приползайте к престолу благодати». Он фактически говорит нам прийти и сесть с Ним. Слово Божие говорит посланник Ефесянам, что мы были воскрешены и посажены с Ним на небесах. Да. Где? На престоле благодати. Аллилуйя. Сонаследники. Сонаследники со Христом Иисусом. Слава Богу. Итак, вы готовы к этому? Готовы. Не все ли они, говорится об ангелах, суть служебные духи? посылаемые на служение для тех, не просто тем, а для тех, которые имеют наследовать спасение. Это настолько меня поразило, если ты помнишь, Глория, это настолько меня поразило, я просто лежал на спине на полу. И затем брат Хейген продолжил и сказал, «Разве вы не помните, что в Слове Божьем сказано, что наши ангелы всегда пред лицом Бога?» Он сказал, «У вас есть личный ангел, есть ангелы, которые приставлены к вам, чтобы служить для вас». Но когда вы говорите так, как говорит этот мир, помните 102-й Псалом, там есть наше преимущество. «Благословите Господа все ангелы его», 20-й стих, «крепкие силою, исполняющие Слово его, повинуясь глазу Слова его». Мы голос Слова веры на этой земле. Мы голос Иисуса. Мы говорим Слово живого Бога. Он держит все Словом силы Своей, а мы Его сонаследники. Мы являемся на земле теми, кто должен говорить это держащее все Слово. И когда мы это делаем, эти ангелы готовы взяться за дело и следить за тем, чтобы эта стена благословения стояла, чтобы благодать была на своем месте и и чтобы ничто не прикасалось к нам. И они поднимают нас, чтобы мы не притыкались о камень ногой свою. И они охраняют нас на всех путях наших. Не тогда, когда вы ходите и говорите, ну, скажу вам, я вчера вечером до смерти испугался, меня уже просто тошнит, я, я, я. Когда вы говорите всю эту ерунду, все это проклятие из мира и тому подобное. Ну, скажу вам, проклят я, сделай это, или проклят я, сделай это. Слова проклятия звучат постоянно. И ангелы не удумевают. О, разве он не знает? Зачем он хочет говорить такого рода вещи? Зачем он хочет болеть гриппом? Он продолжает говорить, что каждый год заболевает гриппом. Зачем он говорит такие вещи? Зачем он постоянно говорит, у меня эти аллергии? Зачем он говорит, у меня медленный метаболизм? Именно поэтому я толстею. Зачем он постоянно говорит такого рода вещи? Не ужели именно этого Он и хочет. Неужели он не знает, что его жизнь не скуплена от разрушения? Нет, он этого не знает. И у вас есть ангелы, которые просто стоят, сложив крылья, и они приставлены к вам. Но вы можете дойти до того, что вы будете мешать своим ангелам, и они будут отозваны, так говорит Писание. Есть определенные места Писания, которые говорят это в отношении ангелов. Есть церковные ангелы, приставленные конкретной церкви, для того, чтобы в эту церковь приходило откровение. Но если вы продолжаете проповедовать и отрекаться от силы Евангелия и тому подобное, Иисус сказал, «Я удалю ангела от этой церкви». Но когда вы проповедуете веру, вы проповедуете искупительную силу Божью. Вы позволяете искупленным Господом так говорить, как сказано в Писании. Тогда скажут искупленные Господом, «Слава Богу! Аминь!» Вы не зависите от правительственных программ. Вы не зависите от подаяний от кого-либо еще, от банков или еще кого-то. Вы стоите на Слове Божьем. Вы стоите на благословении Господнем. В этом доме мы служим Богу, Аллилуйя. И мы не склоняем свое исповедание перед этим миром, перед законами греха и смерти, или чем-либо еще. Мы в теле и в жизни Иисуса, Аллилуйя. Помните лестницу Якова? Яков попытался получить благословение обманом. Они со своей мамой проделали этот коварный трюк и обманули отца, пытаясь получить благословение. Что ж, это не сработало. И он знал, что что-то было в этом не так. И Бог присматривал за ним и пребывал на нем, потому что это Авраам, Исаак и Иаков. Он должен был ходить в этом благословении. И было крайне важно, чтобы это наследие по этой линии не было нарушено, поскольку это была линия завета, от которой Иисус должен был нести это благословение. И затем стать проклятием, чтобы благословение вернулось на свое место. И Иаков увидел ангелов, спускающихся и поднимающихся с неба на землю, с определенными конкретными поручениями. Но понимаете, Адам отдал власть над землей сатане. И пока Иисус не лишил его власти, дьявол использовал власть Адама, чтобы контролировать, красть, убивать и губить на этой земле. И то, что было благословением, стало проклятием. И вот этот человек, который должен жить в благословении, и дьявол подстроил ситуацию, чтобы попытаться заполучить это в свои руки, вы не благословляетесь от Бога, обманывая и крадя. И поэтому Бог разбирался с ним, с Иаковом. И на сцену выходит ангел. И это засело в Иакове настолько сильно. Я должен иметь это благословение. Я должен быть благословлен. В Иакове засело это сильно. Я должен это сделать. Он схватил того ангела и сказал, «Не уйдешь, пока не благословишь меня». Это было настолько сверхъестественно в нем, что он одолевал того ангела. Поэтому вы можете видеть, какая сила была у этого благословения. И это был просто смертный человек, даже не рожденный свыше. «Никто не рождался свыше до тех пор, пока Иисус не воскрес из мертвых». И Иаков сказал, «Благослови меня». Именно тогда благословение Господне вошло в его жизнь. Но я хотел, чтобы вы увидели ангелов на этой лестнице, как они спускались и поднимались, поскольку это все, что они имели власть делать. Затем при рождении Иисуса они проявили себя в этой естественной сфере, но они пришли и ушли. Но это местописание говорит о том, что относится к тому времени, когда Иисус уже воскрес из мертвых и поставлен Богом, наследником всего. И служебные ангелы Божьи, все ангелы, которые были сотворены Богом, быть частью работы благословения на этой земле, они являются частью этого. Это то, кем они сотворены были быть и что делать. Они восходят и не сходят. Это произошло в день Пятидесятницы. Единственное, как Пророк Божий мог описать то, что произошло в день Пятидесятницы, единственное, как они могли это описать, это сделался шум. Там не сказано, что это был несущийся сильный ветер. Сказано, что по шуму это напоминало его. Напоминало торнадо. Напоминало ураган. Это был самый сильный шум, который они когда-либо слышали. И это единственное, с чем они могли его сравнить и как описать. Ветер, несущийся сильный ветер. Несущийся. Ураган. Буря. Торнадо. Это самое громкое, что они когда-либо слышали. Поэтому именно так это и описали. Этот шум был слышен не только в Иерусалиме, где они были. Он был слышен по всей земле. Этот гул, этот сильный шум был шумом Духа Живого Бога и всех тех ангелов, несметного числа ангелов. Они исчислялись триллионами. Вы можете себе представить триллион существ, приходящих на эту планету. Шум их крыльев, их голоса. Они восклицают славу Богу. И они одновременно пришли все сюда. И они слышали это. Это было событие. И они все по-прежнему здесь, поскольку Сатана больше не начальствует. Он был свержен с престола. Его начальство и власти, мироправители тьмы и века сего и духи злобы поднебесной были повержены. И они подчиняются нашей власти в имени Иисуса силой благословения Авраама, которая пребывает в нас и на нас. И ангельские существа, единственное, как они превосходят нас, и они не превосходят нас в плане своего сотворения. Они не являются вышестоящими существами. Когда Писание говорит, что человек был сотворен чуть ниже ангелов, то слово, переведенное там как ангелы, это слово Elohim, то есть чуть ниже Бога. Но затем человек отдал себя в руки падшего ангела. И через государственную измену в вопросе власти он попал под питу этого падшего ангела. И этот падший ангел занял место Адама, которое он не был сотворен занимать и не должен был занимать. Но у него теперь было законное право это сделать, потому что Адам дал его ему. Но Иисус поверг дьявола, поверг его и забрал у него его власть. И теперь на престол возведен второй и последний Адам. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Господь Слава Богу! Аллилуйя! И начальствует благословение! Аминь! Разве вас это не радует? Меня это приводит в такой восторг. Да. Что я просто не в состоянии это передать? Потрясающе! Это так замечательно! Итак, ангелы подчиняются церкви согласно Писанию, согласно Новому Завету. Сами посмотрите. Они понимают и им открыта многоразличная мудрость Божья через церковь. Они получают от нас откровения. Они получают от нас поручения. Когда мы слышим от Бога и говорим Его Слово, тогда они начинают действовать. Аминь! Аминь! Они в нашей власти. в чем они превосходят так это в своем физическом существе. У них нет плотского тела из крови и костей. У них есть духовное тело. Они превосходят в силе. Они сильны. Богом, да. Для разрушения твердынь. но они подчиняются нашей власти. И это очень важная информация. Когда мы говорим слова благословения, они начинают действовать. И вам нужно ожидать, что они будут это делать. Они начинают действовать, чтобы осуществить это. Поэтому не говорите то, что мешает им. Не говорите, «Ну наверное в этот раз это не будет работать». Нет, нет, не говорите такие вещи. Пребывайте в Слове Божьем. Пребывайте в режиме прощения. Ходите в любви постоянно. Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Иисус сказал. Почему? Из-за ангелов, из-за Духа Святого, из-за Господа Иисуса Христа и того, что Ему поручено делать в вашей жизни. Аллилуйя. Мы должны преуспевать, мы должны быть благословлены, мы должны быть сильными, мы должны идти туда, куда другие люди боятся идти. Мы должны брать власть над этой землей. Бог держит все словом силы своей. Но я снова говорю, для Него мы сонаследники и мы являемся на этой земле этим словом, которое должно ее держать. Он сказал, во имя мое идите и творите эти дела. Слава Богу. Мы рупор веры. Мы должны говорить слова избавления и силы. Мы тело Христа. Христа помазанного и его помазания. Слава Богу. Не вините политиков. Это наша вина. Это мы просто сидим и позволяем этому происходить. Не вините школьных учителей. Это мы позволяем этому происходить. Не вините их в том, что в школах была запрещена молитва. Это мы позволяем этому происходить. Мы сидим, ворчим, ругаемся на свой телевизор. Это ваше дело прийти к Богу и узнать, что Он говорит делать. Аминь. Аминь. Мы являемся проявлением Слова Божьего на этой земле. Позвольте мне сейчас вернуться и снова прочитать вам Евангелие от Матфея. 11 глава с 27 по 30 стихи. В другом переводе Библии. Иисус продолжил говорить людям, но сейчас уже мягко. Отец мягко. Он сказал, Отец дал мне все делать и говорить. Это уникальное сотрудничество отца и сына, вытекающее из близких отношений отца и сына и знания. Никто не знает сына так, как знает отец. и отца так, как знает сын. Я не держу это для себя одного. Я готов шаг за шагом разобрать это с любым, кто будет слушать. Вы устали? Измотаны? Обожглись на религии? Придите ко мне. Будьте со мной. Вы восстановите свою жизнь. Я покажу вам, как по-настоящему отдыхать, обретать покой, ходите со мной, работайте со мной, смотрите, как я это делаю, узнаете лишенные напряжения ритмы благодати. Я не возложу на вас ничего тяжелого и неподходящего. Проводите время со мной, и вы научитесь жить свободно и легко. Слава Богу. Аллилуйя. Это не тяжело и не трудно служить Богу и служить Иисусу. Это самое легкое, что вы когда-либо делали, если вы делаете это правильно. Он пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели ее в такой мере, пока она не будет в избытке переливаться через край. И вы окружены ангелами, чтобы помогать вам. Есть разделительная стена между вами и проклятием. Налетает торнадо, и вы говорите, ты не обрушишься на мой дом. Вокруг нас стоит стена. Моя жизнь искуплена от разрушения. Убирайся отсюда во имя Иисуса. И торнадо поднимется и уйдет. Я видел это. За 40 с лишним лет мы делали это снова и снова. Тот торнадо в тот день, когда мы летели на самолете и просто поднялась обратно в небо. Именно так эти вещи должны контролироваться на земле. Телом Христовым. А не просто сидеть и говорить, о, Господь, надеюсь, оно нас не затронет. Бог вчера ночью прошелся по городу и разрушил весь тот район. Он вправил мозги этим грешникам. Это ложь из ада. Эта буря была не с небес. Нет. Она была из ада. Сатана сделал это точно так же, как он сделал это с Иовом. Проповедуй это, брат. Наше время подошло к концу. Если бы у меня было немного времени. Хорошо. Послушайте это. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет ленья. А сеющий в дух, от духа пожнет зоя. Жизнь Божья. Жизнь вечную. И Павел говорит здесь. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Понимаете, когда вы слышите вещи, подобные тем, которые вы слышали на этих передачах, и затем вы сеете в отношении их, вы говорите «это мое». Я принимаю то же самое откровение, которое получили брат и сестра Копланд. Я хожу в лишенных напряжения, ритмах благодати. Слава Богу, я не сижу и не беспокоюсь о том, что я буду делать. Я пожинаю то, что я сею. Я сею и я пожинаю благословение. Я живу в благословении Божьем. И поначалу вам приходится постоянно обновлять свой разум и справлять себя и внимательно следить за тем, что вы говорите. Но это начинает развиваться, и вы будете шокированы тем, как быстро оно осуществляется. Отец, мы благодарим тебя. Я молюсь за каждого человека, который меня слышит. Я освобождаю на них благословение Господне. Да. Будьте благословлены. И когда они будут молиться о том, как они могут участвовать в этой передаче и в этом послании, вместе мы принимаем откровения и наставления. Спасибо. Богу. Мы с Глорией принимаем их пожертвования. Спасибо. Очень важно, чтобы вы были послушны Богу. Аминь. И слушали Его. Да. Слава Богу. Говорю вам, помазание благословения сейчас просто накрывает меня с головой. Слава Богу. И оно для вас. Прикажите этому быть. Это для вас. Зайдите на наш сайт kcm.org.ua Найдите эти передачи. Спасибо тебе, Господь. Если вы пропустили их, найдите их там. Возвращайтесь к ним снова, снова, снова и снова. Пусть это откровение просто станет вашим образом жизни. Будьте частью хорошей церкви и позвольте вам кое-что сказать. Когда вы учитесь этим вещам, вы ходите в Царстве Божьем, где бы вы ни были. Спасибо за то, что присоединились к нам в нашем молитвенном домике. До следующей встречи. И помните, Иисус Господь.